В зал суда Архана Зейналова завели под усиленной охраной. Спустя полчаса судья вынес решение арестовать подозреваемого до 10 декабря. Во время заседания Зейналов через переводчика заявил, что отказывается от признательных показаний и даже попросил освободить его под залог. Суд просьбу отклонил, приняв во внимание, что подозреваемый может быть опасен для общества, поскольку был ранее судим и не имеет постоянного места жительства в Москве. Может скрыться от следствия. Почему Зейналов решил поменять свои показания не ясно, ведь сразу после задержания, как отрапортовали представители правоохранительных органов, он лично написал явку с повинной и во всем признался. К тому же Зейналова опознала и главный свидетель обвинения Ксения Попова, девушка погибшего Егора Щербакова. Напомню, что трагедия произошла 10 октября в западном Бирилево. По официальной версии Егор Щербаков провожал свою подругу домой, как неожиданно к его возлюбленной стал приставать неизвестный мужчина. Произошла ссора, в ходе которой опознанный позже Ксения Зейналов нанес ее парню смертельный удар ножом. Сразу после убийства Щербакова в Бирилево начались массовые беспорядки. Молодые люди в масках разгромили торговый центр «Бирюза», а местные жители потребовали закрыть овощебазу, на которой якобы работал Архан Зейналов. Спустя четыре дня после убийства подозреваемого задержали. Архан Зейналов собирался уехать на родину, в Азербайджан. Это кадры оперативной съемки. Полицейские действуют четко, но чрезмерно жестко, решили в Министерстве иностранных дел Азербайджана и направили в российский МИД ноту протеста. По словам представителей внешнеполитического ведомства Азербайджана, Архана Зейналова назвали преступником рано, ведь решения суда еще не было. Российские СМИ попросту раздули инцидент, произошедший на бытовой почве, считают в республиканском МИДе. Вот, что нам удалось узнать у сотрудников Министерства иностранных дел Азербайджана. В ответ на это официальные представители МИДа России ответили, что в российских СМИ и в комментариях представителей руководства не делался акцент на национальных аспектах, что в Москве исходит из верховенства закона и неотвратимости наказания. Между тем официальные представители Азербайджана пообещали, что окажут задержанному всю необходимую консульскую поддержку. Однако окончательную точку в этом громком деле поставит Престинский суд Москвы, как только закончится расследование уголовного дела.